Я мечтала видеть вас и Новосибирск вживую, тем более, что я никогда в жизни не был в Новосибирске, но получается, как получается, и буду рассказывать вам о том, как я съел собаку на рендеринге или наоборот, в таком виде. Кстати, название такое странное придумал не я, его придумал Миша, автора названия я тут тоже отметил, его можно найти в Твиттере по этому нику, и он делает тоже прикольные штуки, можете его там найти. Так что название не единственное прикольное, что он придумал, а немножко о себе. Меня зовут Александр Каратаев, я работаю в ВКонтакте в Петербурге, вообще 10 лет уже разрабатываю что-то для веба, начинал еще с сайтов и также активно помогаю местному фронтенд комьюнити, SPB Фронтенду, где я помогаю организовывать различные ивенты и оффлайн-активности, а также помогаю отбирать докладчиков для конференции JS Nation в Амстердаме, она сейчас тоже будет в офлайн, все сейчас онлайн, все сейчас будет в онлайне, я вот никуда не еду, сижу, рассказываю все из дома. И кроме этого, я еще веду список русскоязычных конференций, которые принимают заявки на доклады. То есть, если вам есть о чем рассказать, я думаю, что есть, из любых экспериментальных идей могут получиться прикольные доклады, почему нет, вы можете пойти в этот список конференций на GitHub, и я его обновляю. Там много конференций в этом году перенеслось на осень, а то и на зиму, и никто не отменяется, никто не унывает, все уходят в онлайн, как и Codefest, как и другие конференции, поэтому у них прием заявок продлен нередко, потому что у многих отложились планы, поэтому до сих пор есть возможность вписаться со своим докладом, на какую конференцию в России, почему нет. Ну, не только в России. То есть, Украина, Беларусь тоже принимают наши доклады на русском языке. Можно переходить. Итак, по поводу фреймворков. Все мы уже рады вспомнить, что прошли те самые времена, когда мы жили без фреймворков. Теперь фреймворки – это стандарт, де-факт, разработки во фронтенде. Мы разрабатываем на них наше приложение. В общем-то, есть люди, которые разработают без них, но большинство все-таки с ними. Есть люди, которые перешли на эти фреймворки и помнят еще веб до них. Есть те, кто начал свой путь веб-разработки уже с одного из этих фреймворков. Есть те, кто знает все эти фреймворки. Есть те, кто знает только один. И все они справы, потому что фреймворки очень сильно упрощают нашу работу. И фреймворки – это хорошо. Выбирай любой, какой тебе понравится, какой понравился всей вашей компании, всем твоим разработчикам рядом, и это будет правильно. Фреймворки помогают нам разрабатывать. А вот давайте представим мир, когда фреймворков почему-то не станет, то есть когда около нас их не окажется, когда мы не можем просто взять фреймворк и решить ту самую задачу, которую бы мы хотели решить при помощи фреймворка. Допустим, нам нужно визуализировать данные, нарисовать игрушку с быстрой графикой на WebGL или даже разработать хорошую клишку. Клишка – это command-line интерфейс, интерфейс, который рисуется в консоли. Чаще всего command-line интерфейсы, клишки делают сами разработчики для больших приложений на разработке. В случае, если нужно подправить что-то в конфигах, подключать какие-то библиотеки и так далее. В общем, не делать кучу других запросов в консоли, а решить все через одну клишку, которая обычно пишется на Node.js. И иногда эти клишки становятся настолько большими, что хочется уже использовать какой-то фреймворк, чтобы банально сделать это как-то эффективнее и проще, и чтобы не было кучи кода, потому что клишка обычно пишется по остаточному принципу. Или, допустим, нужно сверстать PDF. Я работал однажды в стартапе, где мы поставляли PDF-ки, и я думаю, что найдутся ни одна и немало компаний, которые до сих пор подоставляют PDF-ки для тех людей, которые предпочитают пользоваться продуктами работы веб-разработчиков в офлайне уже после того, как они закрыли приложение. То есть им эта PDF-ка нужна, она нужна автогенерированная. И вот это как раз тот случай, когда PDF-ки со временем становятся сложнее, и писать их на какой-то библиотеке, которая их генерирует, становится сложнее. Не хочется вот layout, хочется чего-то, что у нас было до этого во фреймворках. Конечно, сразу нужно идти на NPM. Там можно найти ответы на многие проблемы разработки и как что-то можно разрабатывать. В данном случае я использовал теги в поиске NPM и нашел такое количество фреймворков для разных задач. Конечно, есть проблема, что любая библиотека, которая содержит больше одного файла, чаще всего уже называется фреймворком. И тут именно такой случай. То есть не все из этого является прям большими фреймворками, чаще всего это библиотечки, но в целом они помогают решать задачи рендеринга, рисования, генерации различных визуальных документов, которые не являются HTML-страницами. То есть это те же самые чарты, WebGL, WebGL-сцены, 3D, 2D, игрушки, графики, визуализации, что угодно. И в том числе клички. Для них тоже есть фреймворки, как ни странно, их больше всего. Итак, на самом деле проблема этих библиотек в том, что у них довольно низкий уровень абстракции. То есть мы пытаемся использовать и тут же натыкаемся на то, что вот маленькая демка работает нормально, чуть побольше тоже сойдет, но вот если мы хотим развивать его долго, пользоваться этим библиотекой, этим фреймворком для разработки, то чего-то нам уже не хватает. Мы вышли из нашего обычного майнсета по React, Vue.js или Angular, и нам уже не хватает. Нам не хватает функционала, которого просто нет в этих библиотеках чаще всего. А все потому, что у них довольно-таки атомарные способы рендеринга и воздействия на глобальный стейт того, что рисуется. Возьмем пример библиотека Blast для рисования чего-либо в консоли. Она рисует оконные интерфейсы в консоли. То есть интерфейсы с окошками, модельными окнами, скролл-барами, инпутами, различным расцвещенным текстом, и все, что вы могли видеть в консоли, она может нарисовать и даже лучше. Фактически можно сделать что-то вроде веб-страницы, насколько это можно вообще отобразить в консоли. Даже мышку можно сделать, чтобы работало. А в некоторых терминалах работает даже ховер. Настолько прикольные штуки можно делать. Но эта библиотека сложна, потому что у нее довольно большой развесистый API, и для того, чтобы делать сложные интерфейсы, нужно создавать много сущностей. И все эти сущности надо друг другу привязывать, создавая дерево в памяти, и обязательно рендерить после того, как мы что-то привязали. Конечно, для любого чиха там нужно перерендеровать. То есть в случае, если мы хоть что-то меняем на экране, нужно вызывать функцию рендер. Как вы помните, все фрилорки делают это за нас. А тут вот такого нету, тут вот атомарно надо вызывать. Что-то изменило нас за рендеринг, что-то изменило нас за рендеринг. С одной стороны, это хорошо. Мы управляем процессом рендеринга. Замечательно, прям чувствуем свою власть. Но этого не хватает для какой-то большой коммерческой разработки, которая скейлится. И у нас появляется проблема, что нам нужно следить за очисткой, следить за триггерами, которые будут вызывать наш рендеринг. То есть со временем мы перейдем на более сложные системы определения, что нам нужно что-то перерендерить, потому что будем забывать просто вызывать рендер в нужный момент и фиксить баги какие-то странные. И нужно следить за количеством перерисовок, потому что консоль рисуется, допустим, не очень быстро, и лишний раз ее перерисовывать, как в React можно просто сделать приложение довольно тормознутым, а это не будет нравиться, наверное, никому из разработчиков. Мол, тут и так все тормозит во фронтенде, еще и приложение в консоли тормозит. Как это можно вообще терпеть? Вторая проблема, с которой обязательно столкнемся при увеличении количества нот в нашем приложении, это наследование. То есть наследование без фреймворков, без такого привычного деревовидного вида, это прямо боль. И выражается она в том, что, допустим, возьмем обычную задачу по рисованию списка. Ну, типичная задача для фронтен-приложений, которые отображают данные. Список чего-то. Таблица, допустим. Таблица серверов, которые там удаленно запущены, которые мы красиво вводим, чтобы в консольке их посмотреть, когда если мы администратор серверов. И мы добавляем это все в список, все ок. Но когда мы решаем такую же типичнейшую задачу, которую мы легко решаем на фронтенде при помощи фреймворков, а именно фильтрацию, мы видим, что у нас появляется масса обновлений, которые нам нужно ручками делать. То есть нам нужно ручками писать код, который пересоздает сущности. Возможно, мы захотим сэкономить на рендеринге и будем смотреть, что изменилось, а что нет. Короче, мы пишем довольно много кода для довольно простой операции. То есть в том же React или Angular нам всего-то было нужно написать строчек 5, и это работало. Мы вообще не задумались, как и почему. Просто это работало, и мы могли добавлять туда новый функционал, фильтрацию, сортировки и прочее. Здесь все это дело нужно будет делать прямо с нуля. Итак, со временем появляются мысли о том, что так не пойдет, нужно что-то менять, нужно добавлять тудушки в код, что пофиксите меня, это тоже нужно изменить, это нужно отрефакторить. И нам очень хочется лояута. Лояута, который у нас был всегда до того, как мы вошли в это болото, до того, как мы вышли из браузерного HTML, браузерного рендеринга с нашими приложениями, и мы получили эту непонятную задачу по разработке чего-то, что работает не в браузере. И, честно говоря, я дошел до того, что почему можно отказываться от HTML, если можно не отказываться. Например, даже эта презентация сделана в HTML. То есть она сделана в XML виде, потому что я так вижу, для меня это нормально. Я понимаю любой интерфейс как древовидную структуру, а раз это древовидная структура, ее можно выразить как HTML, как XML. Это значит, что почему нужно отказываться от XML там, где мы просто без него не можем, и нам так проще. Нужно продолжать его использовать и продолжать с ним жить. И каким образом я вообще дошел до этих мыслей? Дело в том, что я разрабатывал различные приложения. В основном это были игры на работе. То есть мне нужно было разработать игры так, чтобы мои сокоманники, которые были реактор-разработчиками, могли понять мой код, могли его видоизменить, я мог передать им это знание, и они продолжили бы разрабатывать игры. Я вышел из их команды, и они продолжили разрабатывать игры. Это офигенно. То есть для них не было какой-то большой сложности продолжить разрабатывать после меня. Я просто показал, что да, вот layout немного отличается, но это те же самые React-компоненты. Используя React-хуки, используя State, используя обновления, используя все, что ты, все к чему ты привык, как это будет работать. А еще я сделал Telegram в консоли. Кстати, давайте посмотрим видео с Telegram в консоли. Вот он запускается. Это, кстати, Angular-приложение. В данном случае тормозит не Angular, он просто отправляет на сервер Telegram сообщения при подключении. И вот он получает список моих чатов. Кстати, как я говорю, это Angular-приложение, и все вот это является компонентами с датабайндингом, мы с RGS для получения данных. В RGS приходит поток данных от серверов Telegram, от ввода пользователя и так далее. То есть все это чистое Angular-приложение с биндингом данных, с потоками и всем таким. То есть зачем выходить из комфортной среды, если можно продолжать не быть? То есть я совершенно тут не думал о рендеринге. Я просто написал в раппер для Angular, для Blest, да, и все. А это игры, которые я делал на работе. Это чистое WebGL-приложение с очень быстрой графикой, с шейдерами, если нужно, допустим, вот шлейф за мячиком, это шейдерный эффект. И сам мячик тоже шейдерный эффект, потому что он должен рисоваться максимально быстро и не тормозить, в принципе. А все остальное – это React-компоненты, React-интерфейсы, и более того, они еще адаптивны за счет того, что здесь вся графика сделана на SVG. То есть совместили полезное с приятным, смена стейта и все такое. А это пример игрушки с растровой графикой. Я решил попробовать сделать боевку, как в Героях Третьих, но только доступность джойстика с геймпада. То есть сделать что-то такое, как люди любят играть в Mortal Kombat с геймпада, но только биться персонажами из Героев Третьих. Это показалось прикольным. И это тоже React-приложение, хотя не до конца честное. То есть здесь есть много отрисовок, которые делаются напрямую, низкоуровневыми API-шками ради скорости. То есть не всегда можно прям полностью полагаться на ререндеринг React, но об этом, я думаю, поговорим чуть позже. То есть у меня получилось настоящее React-приложение, обычное, как мы все привыкли, с хуками, с тейтами, с хоками и прочими вещами, которые, в принципе, понятны любому React-разработчику. То есть главный бенефит, который я от этого получил, это можно передавать другим разработчикам, которые имеют компетенцию только с React, и для них-то будет понятно, они разберутся довольно быстро, что тут при чем и почему. И давайте поговорим про React. Я думаю, кто не использует React, тот хотя бы про него слышал. И это сейчас самый популярный фронт-энд фреймворк, и популярен он по разным причинам, но в основном потому, что там есть такая штука, которая называется согласователь или реконсайлер. Недавно документация проекта перевели на русский язык, и там назвали согласователь. Так что будем называть так. Он находит изменения дерева элементов, которые мы передали в рендер, то есть можно передать в рендер абсолютно все приложение, он найдет изменения и применит их атомарно. То есть почему это просто? Потому что мы вообще не думаем о том, что там рендерится. Просто передаем, что, мол, новый экран выглядит так. Плевать, как он будет это рендерить, он это зарендерит. И он сделает это быстро и эффективно. За что как раз React-ы полюбили. То есть это все круто. Чтобы нарисовать на React что-то, кроме HTML, нам нужно будет заменить этот самый реконсайлер. Тут есть пакет, который называется React.FiberReconciller. Он находится на NPM. Он является частью React, и его можно загрузить отдельно, чтобы сделать свой рендер. И чтобы сделать свой рендер, в него надо передать объект с методами жизненного цикла этого рендера. То есть фактически то самое, что и рендерит. И давайте рассмотрим функцию createInstance, которая как раз и создает инстансы наших компонентов, которые будут что-то рисовать. В данном случае нам на вход просто... Мы на вход получаем тип тега, именно имя тега, который мы разместили в верстке, в нашем XML, и мы получаем его, и по нему делаем switchcase, и просто инстанцируем компоненты, которые будем рисовать. Мы получаем пропы первоначальные, и мы получаем тип. Это все, что нужно для того, чтобы нам отрендерить компонент. То есть такой простейший получается switchcase для рендеринга наших компонентов. Что хорошо, что мне там нравится в рендеринге React, то при изменении, при перерендеринге один раз все пропсы, которые у нас изменились, в этот рендер приходят сразу разным объектом. И приходят они так, что нам приходят пропсы с последнего прогона рендеринга, и с текущего, новые, которые еще не применены. И мы можем посмотреть, какие изменились, а можем накатить сразу все. То есть тут как бы полностью в наши руки отданы образы управления тем, как мы будем управлять данными, и это довольно удобно. То есть мы один раз получили, бачим все изменения, и можем один раз их зарендерить. Это удобно. Но в этом есть и проблемы. К сожалению, если мы говорим про рендеринг 60 кадров в секунду, как это обычно бывает, когда мы делаем какие-то игрушки, то вызывать этот реконсайлер 60 раз в секунду будет накладным. Он банально будет подлагивать. То есть на каком-нибудь хорошем разработческом ноутбуке он может и будет работать еще более-менее сносно, иногда лагая, то на каких-нибудь телефонах он точно будет лагать, это прям будет заметно. И поэтому не всегда можно полагаться в рендеринге на реакте полностью только на рендеринг по реакту. То есть если в случае, если мы хотим рендерить что-то очень быстро, 60 кадров в секунду, иногда нам приходится создавать компоненты для быстрого рендеринга, а весь интерфейс вокруг делать в обычном React Way, то есть со сменой стейта, с стейтом и прочими вещами, к которым мы так привыкли. Именно компоненты для быстрого рендеринга должны использовать какой-то низкоуровневый IP, а иногда даже шейдеры можно. Ну то есть просто взять и загнать весь рендеринг на видеокарту внутри какого-то компонента, как показывал я запись игрушки, где прыгал мячик, вот мячик сделан, он прыгает на видеокарте, все остальное вокруг это обычные обновления React State. Так что можно экспериментировать и получать быструю производительность, просто иногда отказываясь от рендеринга React, в случае, если вам нужно 60 кадров в секунду, только в этом. Во всех остальных можно так не запариваться. А дальше я хочу поговорить про Angular. Мой любимый большой фреймворк, большой тулкит, в котором есть фактически все для разработки веб-приложений. Он вот такой большой, здесь я изобразил повара, который показывает такую большую рыбу, вот смотрите, какой у меня большой фреймворк. Это все про Angular, и про него можно сказать, что он такой большой, основательный, и чаще всего больше ничего не нужно для разработки. В Angular для того, чтобы написать свой кастомный рендер, нам потребуется абстракция под названием Render 2. Обычно ее используют в разработке Angular, чтобы напрямую поменять что-то в дом-дереве. Слой-то будет работать и в серверном рендеринге, и в клиентском, и мы должны ее изменить. То есть Angular под капотом использует ее для обновления дом-дерева. Мы будем писать кастомный Render 2. Для начала нам потребуется фабрика. Фабрика, которая будет заинжекшена в наш рендер и создаст рендер, когда будет нужно Angular. То есть мы, единственное, что делает эта фабрика, фактически создает рендер при помощи вызова нашего класса рендера. А наш класс рендера, в который передается хост-элемент, должен имплементить, в свою очередь, тот самый Render 2. То есть это чисто OOP-фреймворк изнутри, и понятие о том, как заменять рендер, у него тоже чисто OOP-шное. То есть мы инстанцируем классы, гарантируя типа безопасность, что мы все методы точно там создали, и нам нужно создать методы, но они отличаются от React тем, что здесь они уже более атомарные. То есть здесь отдельный метод вызывается каждый раз на замену атрибута. То есть, допустим, set attribute метод рассмотрим, и он вызывается каждый раз, когда изменяется атрибут. Если изменилось 10 атрибутов, его вызовут 10 раз. То есть тут не будет такого, чтобы как в React все пачкой пришло. Здесь прямо вот поодиночке, 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 и для того, чтобы победить эту проблему, нужно написать какой-то отложенный рендер или накопитель изменений. Я сделал это при помощи функции debounce. Я использую rig.js, вы можете использовать что-то другое, но суть от этого не меняется. Главное накапливать изменения и вызывать их с каким-то тайм-аутом. Я поставил 100 миллисекунд, и мне этого хватило. То есть мы просто накапливаем все изменения, которые к нам приходят, атомарно, и один раз рендерим. Это помогло мне для создания консольного телеграмма, чтобы не тормозило, чтобы рендер всего экрана вызывался пореже. Я просто взял, и у меня данные приходят... У меня рендеринг происходит не так часто, как мог бы в случае с тем, что в телеграмме на самом деле довольно много сообщений прилетает от сервера, когда что-то изменилось. То есть как только у каждого, у любого вашего друга изменилось хоть что-то, там, он зашел онлайн, вышел из онлайна, еще и еще что-то, какой-то в одном из ваших ста чатиков там поменялось последнее сообщение, это все прилетит в сокет, и так много рендеров делать не нужно, поэтому потребовался дебанс. Проблема ангуляра, как уже видно, это то, что все какое-то приколоченное гвоздями. Проблема этого рендера в том, что он меняется всего один раз. То есть один раз мы при старте приложения этот рендер приопределяем, при старте его передаем, и дальше он у нас полностью заменяет основной рендер. То есть мы не можем использовать, как в React, когда у нас вначале идут компоненты, которые рендерят HTML, потом дошли до кенваса и начали рендерить в кенвасе, не создавая никаких элементов внутри кенваса дальше. То есть у нас нет такого, чтобы можно было рендерить сначала один контекст, потом другой. Но я нашел хак, при помощи ангуляр-анимации можно сменить тип рендера. Это тоже прибито гвоздями внутри сорцов ангуляра, я нашел это просто копанием в исходниках, и ссылку на этот хак оставляю на этом слайде. Кому интересно, можете посмотреть. Это весело, но это работает. Проблема с этими хаками в том, что все они рано или поздно отваливаются после изменения мажорных версий или чего-то такого. И то есть это временное решение. Надеюсь, когда-нибудь разработчики ангуляра задумаются об смене рендера, о том, что можно на ангуляре писать что-то помимо HTML. И это на самом деле клево, потому что ангуляр шаблона очень мощный, и хочется использовать их мощь прямо для всего, с чем ты сталкиваешься вне рендеринга HTML. Третий фреймворк, про который хотелось бы поговорить, стабильный и стремительно набирающий популярность в UGS. Второй фреймворк, который появился в Гугле. Не, ну, конечно, не второй, но второй из рассматриваемых нами. И этот фреймворк знаменит тем, что он в свое время был довольно нишевым, развивался отдельно, и он такой самобытный, со своими понятиями о том, как и что можно рендерить, самой популярной его частью является его реактивная модель. И там, кстати, есть самый простой способ заменить рендер для Vue.js. Там есть просто функция Use. Она нужна на самом деле для запуска плагинов. То есть можно написать плагин, который будет использовать опишку Vue.js и что-то делать при старте приложения. То есть он может как-то видоизменять рендер, можно добавлять новые какие-то свои компоненты, pipeline и прочее. И вот все это можно делать при помощи механизма плагинов. И вот для замены рендера нам понадобится плагин для Vue.js. У каждого плагина для Vue.js есть, должна быть функция Install, основная, которая вызывается, и в ней мы должны определить компоненты. Определяются они похоже на то, как мы бы это делали в React. То есть мы, как там, создаем React Create Element функцию. Тут то же самое. Vue component делает что-то похожее. То есть мы просто передаем туда строковую константу OK, которая указывает по какому тегу биндить какой компонент. А файлы компонентов мы должны загрузить каким-нибудь образом, допустим, из вебака. То есть каким-то образом заимпортить их все статически для того, чтобы насоздавать эти компоненты при старте нашего плагина. То есть мы создаем компоненты из нашего API, допустим, той же Pixie.js для рисования графики. Это самый популярный рендер для WebGL. Кстати, давайте о нем немножко поговорим. Ну и наш плагин подключается так, как я и говорю, функция Vue.use. А насчет Pixie.js хотел показать видео о того, какой большой файл нам нужно написать для обычного компонента. То есть здесь выходит проблема, что если API-шка нативная для рисования у нас довольно большая, то есть, допустим, много атрибутов, пропсов, которые нужно менять, нам и в компоненте Vue.js нужно все это как-то описывать, что ли, то есть чтобы со всем этим можно было работать. Мы описываем пропсы, мы описываем методы жизненного цикла, мы описываем вотчеры, это знаменитая реактивная модель, она вот описывается так, мы создаем много функций. Чаще всего этот код, как я понял, выглядит шаблонно, и кажется, что идеальным решением для создания фреймворка для рисования чего-либо, кроме HTML, на Vue.js будет рисование, будет кодогенерация. Давайте на следующий слайд. Мне кажется, что тут есть проблема, что много копипасты. Довольно из-за этого легко, наверное, допустить ошибку при создании таких кастомных Vue-компонентов для рисования чего-либо. И опять же, здесь нужен debons, то есть накапливать изменения от атомарных изменений каждого пропса. То есть модель реактивная, а это значит, что к каждому пропсу у нас привязан сеттер, который фактически является функцией, которая вызывается, и все, что мы там написали, будет вызвано. Соответственно, вызывать после каждого сеттера рендер будет довольно накладно. Видно, надо изменения тоже накапливать и вызывать рендер после того, как они все применены. То есть тоже с каким-то debons. А теперь хотелось бы поговорить еще о четвертом фреймворке. Здесь обычно мало кто может... Я проводил опрос небольшой среди знакомых, и, честно говоря, никто не смог сказать на ответ, что это вообще за логотип. Казалось бы, что еще один новый фреймворк. Ну, мы уже привыкли к тому, что не обходится ни одного дня без JavaScript-фреймворка нового. Кстати, есть целый сайт, который показывает, сколько дней прошло с изобретения последнего JavaScript-фреймворка. И вот, кажется, ну, еще один JavaScript-фреймворк. Но на самом деле это не он, это логотип дом-дерево, дом API. Как оказалось, у него тоже есть логотип. Все знают логотипы HTML, JS, CSS, и, оказывается, у дом API тоже есть логотип. Ну, вот так вот. И я хотел рассмотреть отдельно дом API, потому что он тоже много чего умеет. То есть современный дом API, это не дом API, который мы имели 5 или 10 лет назад. Это совершенно другое, уже более высокоуровневое создание со своими низкоуровневыми особенностями, но которое в целом тоже много чего может. Итак, однажды я задумался о том, что я хочу нарисовать что-то в 3D. 3D, естественно, рисуется на WebGL в браузере. И для рисования в WebGL используется Canvas. Я подумал, что, ага, у меня есть даже большая 3D-сцена, мне нужно как-то размечать в JavaScript, создавать все эти связи, создавать компоненты, которые можно рисовать, размечать там 3D-модели. Но, честно говоря, это все как-то не спортивно. Я хочу быстро менять сцену и поменьше трогать код. Я подумал, а есть такой сайд-эффект, что если мы поместим в объект Canvas какой-нибудь XML, то он не будет рендериться в браузере, но он будет распарсен как дом-дерево. То есть мы можем получить дом-дерево внутри Canvas и благодаря нему рендерить что-то. И это уже будет работать. То есть, бац, мы получаем рендер, который мы можем видоизменять при помощи HTML, декларативно показывая взаимосвязи компоненту друг от друга, как наше обычное дерево. Помните, что я говорю, что я воспринимаю это как дерево, потому что я так вижу, для меня это нормально, и для вас, наверное, тоже. А для того, чтобы следить за изменениями этого дом-дерево, я советую использовать Mutation Observer. Mutation Observer, к сожалению, толком не нашел такого широкого применения в вебе и в фреймворках. Хотя это довольно мощная штука. Она позволяет следить нам за изменениями дом-дерево, плюс еще показывает, за какими именно следить. То есть мы, конфигурируя наш Observer, мы изначально указываем конфиг, где показываем, зачем следить, а зачем не следить. Это довольно мощная штука. И мощна она еще тем, что отдельные изменения дом-дерево приходят нам в формате, как в гите, дифами. Более того, нам еще показывается, что именно изменилось. То есть изменилось у нас ChildList, это смена дочерних элементов, то есть там удалили дочерний элемент, добавили дочерний элемент. Смена атрибута – это смена атрибута конкретного тега. И каждый раз нам приходят разные объекты Mutation в зависимости от типа. То есть это уже прям такой высокоурневый IP, который помогает нам банально заведовать памятью нашего виртуального дома, виртуального дерева, который будет рендериться в нашем фреймворке, который мы будем использовать для рендеринга или библиотеки. Мы просто будем точечно доводить изменения и точечно их рендерить. Это Mutation Observer, который это может. И он на самом деле довольно крутой IP, который простой и делает очень такую мощную задачу, если нам вдруг понадобится завязываться на HTML. А мне однажды понадобилось. Давайте посмотрим видео, зачем. Однажды я подумал, что хочу попробовать сделать 3D-сцену большую, такую игровую, с разными компонентами. Хочется прямо отрендерить один из уровней одной игрушки. И я подумал, что почему бы не сделать Mutation Observer такой. Мне нужно было что-то вроде 3D-редактора. Я просто взял и Mutation Observer натравил на дом дерева внутри канваса. И я фактически использовал DevTools как свой редактор. То есть когда в DevTools я менял какой-то атрибут тега, там двигалось дерево. А когда я добавлял туда тег, дерево другое добавлялось. То есть у меня получился почти визуальный редактор. Я продолжал рендерить все в HTML. Объекты имели относительные позиции. Я мог их группировать и все такое. И это был отличный экспириенс от того, что можно дешево, бесплатно получить редактор вашего рендеринга прямо в браузере, прямо внутри тега Canvas, используя DevTools как редактор, который довольно высокоуровневый с точки зрения того, как мы привыкли редактировать HTML. И в этом случае Mutation App Server помогает нам сделать все изменения. Конечно, это все костыли. Конечно, все скажут, мол, что это за странная штука придумана, зачем она придумана в таком виде и зачем вообще нужно было это. Но на самом деле из таких смелых идей нередко рождались другие фреймворки, другие подходы. И это вполне жизнеспособная идея, которая может найти свое применение. То есть все рано или поздно должно провериться продакшеном, диплоем и большим количеством пользователей, которые будут пользоваться тем, что вы там накодили. И если эта проверка пройдет, значит, идея была жизнеспособна. Из таких смелых идей нередко рождаются хорошие вещи. Итак, мы подходим к сути. Самое время написать в комментариях о том, что суть доклада начинается с этой минуты, наконец-то дожили. Тем, кому хотелось сути, переходите сразу на эту минуту. Итак, здесь я хочу сказать, как все это вообще готовить. Суть в том, что на самом деле готовить многое уже не нужно, потому что многое уже и написано. То есть в случае с графикой, быстрой графикой, графикой визуализации, свг-графикой, канвас-графикой, мы везде найдем уже... Мы найдем в NPM много враперов для популярных фреймворков. То есть уже давно это совсем не новое. Можно рисовать те же самые D3GS графики или Кэмас, или WebGL, 3D, 2D. Все это можно делать в Angular, в React, во Vue.js. Все это есть на NPM, на GitHub. Можно это найти, если при желании захочется даже доработать. Скорее всего, придется дорабатывать, потому что все эти наработки нередко немножко сыроваты, но в целом им можно пользоваться. То есть они выполняют основную вещь. Они позволяют вам мыслить и думать в XML и делать все это на XML, как вы привыкли делать это в обычном HTML. А также есть враперы для консоли. К сожалению, написана только одна действительно мощная библиотека, которая позволяет что-то рисовать в Blast, но она подружена со всеми фреймворками. Так же, как и с графикой. Все можно просто рисовать в консоли, делать очень мощные клишки. С e-mail чуть посложнее. Там есть как минимум два популярных подхода. Первый из них – это NGML. Это язык для создания адаптивных e-mail рассылок, писем. И он использует свои теги. Конечно, это все было сразу перетащено во фреймворке, потому что это максимально простая идея. То есть можно использовать сервис iTrendering, трендерить ваше приложение на Angular React или Vue.js, и получить e-mail рассылку. Почему нет? Зачем мучиться писать это все вручную, если можно делать, генерировать автоматические рассылки хоть для каждого пользователя отдельно, хоть сколько кастома туда добавляй при помощи фреймворка вашего любимого, потому что вам это будет удобно. И качество рассылок сильно вырастет, если вы перейдете на уровень абстракции выше при помощи фреймворка. А еще интересный кейс с генерацией PDF-а. В основном для рендеринга PDF используется библиотека PDF.js. Действительно работающий пример, который все это хорошо рендерит, я нашел только для React, там даже есть REPL в интернете. Но для Angular и Vue.js я нашел только библиотеки, которые показывают эти PDF, то есть вьювера. Это не так спортивно, как рендеринг, но я думаю, если вам захочется, и вы поклонник Angular или Vue.js, вот, пожалуйста, нишу, где вы можете написать еще один фреймворк, и он будет определенно востребован в определенной нише. То есть, казалось бы, сложно начать какой-то свой open-source проект, а почему просто не соединить уже существующее решение и сделать его более доступным для людей, которые любят фрейворки? Да почему нет? Это будет работать. Итак, кажется, надеюсь, мы многое поняли. Я-то уж точно в свое время, когда начал заниматься этой темой, и теперь навряд-то я буду делать что-то вне браузера. Если это можно решить при помощи дерева фреймворков, я буду делать это именно так. Однажды один мой знакомый нарисовал эту картинку в чатик на мою шутку о том, что фронт умирает, пора уходить. Казалось бы, мы так фронтендеры, что мы еще умеем? Были, то есть, я думаю, все сталкивались с какими-то смешками, чаще всего добрыми, конечно, о том, что, ну, вы фронтендеры, что вы там умеете. Вы там не умеете в алгоритмы, и вообще в программирование вы зашли не с той стороны, и вообще какие вы там программисты. Но на самом деле, мне кажется, это утверждение неправильно только потому, что на самом деле фронтендеры чаще всего заходили в фронтенд, в программирование фронтенд с интерфейсной стороны, то есть не заходили ни с потоков данных, ни с производительности, ни с алгоритмов, а именно с интерфейсной стороны, с визуальной. И это, я бы сказал, довольно большая, хорошая особенность захода программирования через фронтенд, потому что мы просто думаем иначе. То есть фронтендер может во всем видеть интерфейс, в чем угодно. Даже в построении деревьев искусственного интеллекта можно чат-бот написать на реакте, если захочется вот именно дерево, его поведение, дерево ответов, потому что это тоже дерево, обычно оно комбинируется в виде дерева. Почему нет? Это можно сделать. То есть можно везде видеть интерфейс. Интерфейс – это базовое, это дерево, а деревья, с деревьями отлично работают React, Angular и Vue.js, которые фактически являются пока лучшим, что есть в фронтенде для разработки разного рода вещей. И тут мне, наверное, могут возразить о поводу того, что зачем настолько сильно повышать уровень абстракции, код же становится хуже и все такое, на самом деле не всегда. Более того, тут, получается, нужно задуматься о том, что насколько это вообще выгодно для продакшена, для компании, для бизнеса и прочего. То есть не всегда какая-то личная выгода о том, что это будет скорее производительное, атомарно и близко к железу, будет настолько же выгода для компании, как хотелось бы. То есть идеально, чаще всего мы разработчики приложений для бизнеса и нужно думать о том, что наш код потом еще будет кому-то передан, наш код пойдет дальше, он будет жить после нас, лучше нас, возможно, и все такое. Поэтому нам нужно сделать его таким, чтобы он не устаревал, а в фреймворке еще какое-то время поживут. Во всяком случае, они будут какое-то время точно востребованы, и этот подход еще долго не уйдет из фронтенда, насколько я могу это сказать. И это определенно двигает прогресс. То есть я хочу призвать соединять и экспериментировать, потому что из соединений того, что раньше не соединялось, из таких смелых идей выросли практически большинство всяких тулзов, которые мы используем у нас в JavaScript-экосистеме. То есть JavaScript-экосистема, и не только она знаменита тем, что люди тут соединяли, много чего придумывали, соединяли одно с другим, и у них получались новые фреймворки, новые комбинации, новые смелые идеи, которые в свою очередь развивали веб. То есть когда-то из-за идеи совместить CSS-селекторы и DOM API вышел jQuery, а потом мы получили обновленный DOM API, с которым мы смогли отказаться от jQuery. Когда-то jQuery и селекторы, и шаблоны к ним вдохновили создатели AngularJS на создание их фреймворка, и теперь мы имеем Angular, который значительно мощнее того, что у нас есть сейчас. И я думаю, будущее за смелыми идеями. Здесь я оставляю вам сколько-то ссылок по поводу написания кастомных рендеров для ваших любимых фреймворков и ссылку на доклад, на его веб-версию, где все эти видео, ссылки можно подкликать и посмотреть. Здесь я также оставляю свои соцсети, и тут у меня, пожалуй, все.